В округе провели встречу с жителями. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающим организациям и сотрудникам правоохранительных органов. Как прошла встреча, расскажут мои коллеги. Встреча в формате выездной администрации прошла в Малаховской школе номер 52. Наибольшее количество обращений по темам строительства, социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства. Жительница 45-го дома по Буковскому шоссе Мария Метальникова попросила решить проблему горячего водоснабжения. Наталья Дашкевич тоже пришла за помощью. От лица жителей жилого комплекса «Коренёвский форт-2» она подняла вопрос транспортной доступности. У нас только один транспорт, коммерческая девятка доходит до нас, а дети едут в садики, в самолёт, получается, с пересадкой. Самый главный вопрос у нас стоял о продлении 31 маршрута до нашего комплекса. Чтобы пойти навстречу жителям и оперативнее решить ситуацию, подключат Министерство транспорта Московской области. На встрече поднимали и вопрос качества содержания дорог. «Мы пришли, чтобы нам заасфальтировали дороги, подъезд к СНТ «Берёзка» нашему и подъезды около школы «Коренёвский переулок», 59-й школы «Коренёвская», там дороги. Но нам пообещали всё сделать». Все обращения зафиксированы и взяты в работу. Многие из них решены на месте. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.